Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это последняя серия ответов на ваши вопросы по Сидмэйр Стивилизейшн 6. Фуф, оказалось довольно тяжелой работой, много вопросов, но я справился. Если вы не видели предыдущие, то рекомендую посмотреть. Первая серия, ответы на вопросы о юнитах и интерфейсе. Вторая серия, начало ответов о стратегиях игры. Третья серия, окончание ответов о стратегиях игры и начало ответов о развитии. Четвертая серия, развитие города, района и улучшения. Пятая серия, продолжаю отвечать на города, района и улучшения. И третья серия, заканчиваю отвечать на вопросы о городах, районах и улучшениях. А теперь продолжение. Как копится производство? Раньше, до патчей последних, можно было пропускать ход, чтобы у вас в городе копилось. Теперь этого нету, теперь только за прошлый ход копится производство. Поэтому, если только вы один ход пропустите, можно будет производство накопить. Поэтому сейчас накапливать производство я вам не рекомендую. Ну, один ход только, один ход можно это сделать. То есть, если вы понимаете, что вы на следующий ход что-то начнете строить, то можно, в принципе, один ход отложить. Как производство распределяется между городами? Я не очень понимаю этот вопрос. Да никак оно не распределяется. То, что город добывает, то у него и остается. То есть, единственное, только вот фабрики на 6 клеток еще добавляют производство в радиусе 6 клеток от себя. Просто добавляют. А так оно никак не распределяется. То производство, которое город у себя добывает в своих клетках, или там в своих караванах и прочего, то он и получает. Оно никуда не уходит. Оно остается в этом городе. Ну, вы можете еще караваны посылать. Но, опять же, это не распределение производства. Это просто дополнительно производство. Караваны еще производят. Они никуда его не возят у себя в горбах. Вместо ответов на следующие вопросы, я отправлю вас смотреть уже сделанные мои видео. Например, Здравствуйте, Алексей. Подскажите, пожалуйста, как расставлять районы, кампусы, акведуки и тому подобное вместе из двух-трех городов. В общем, я уже делал видео районы в Rise and Fall. Я понимаю, что это еще прошлое дополнение, но идея не изменилась абсолютно. Смотрите, пожалуйста, это видео. Ссылка либо сейчас в верхнем правом углу появляется, либо есть в описании к этому видео. Так что посмотрите это видео. Дальше. Где лучше всего ставить города? Что делать на начальных этапах развития? Тоже посмотрите видео, как лучше начинать партию. Ссылка либо в верхнем правом углу есть, либо есть в описании к этому видео. Это слишком глобальные вопросы, чтобы на них вот в таком дайджесте отвечать. Это займет очень много времени. Как стоит распределять губернаторов? Что кроме лояльности губернатор дает городу? Это тоже очень обширный вопрос. Я сделаю лучше отдельное видео про губернаторов, на него невозможно ответить коротко. Вопрос про правительственную площадь. Какие карты открываются, когда и какой самый оптимальный путь по карточкам при взаимосвязи от правительства зданий в площади? Тоже сделаю видео. Это тоже слишком глобальный вопрос. Это по всем правительствам надо пройтись, по всем карточкам. Отдельно сделаю видео. Следующий раздел я называю другой или разный. Это просто вопросы, которые не подошли ни в какой из предыдущих разделов. И начинаю с самого частого. Какая победа самая легкая против искусственного интеллекта на божестве и в сетевой игре? И другой вопрос, но похож на этот. Каким способом лучше всего прийти к победе? Каким быстрее? Тут зависит от того, во-первых, сколько человек в партии. Во-вторых, конечно, против людей вы играете или против искусственного интеллекта. На божестве, если мало игроков, то, конечно же, военный путь просто захватываете. Мало, но это 6-8, да, и меньше. Если много, вот как я играю обычно, на 20 наций, то научный. Научный, как ни странно. Вы просто не можете всех захватить в том плане, что не успеете, да и скучно это. По-хорошему. Я понимаю, что там надо только столицы захватывать, но это реально скучно. Против людей, тоже, пожалуй, военный, просто вряд ли вы всех захватите, но если у вас все хорошо с развитием, и вы захватываете другие цивилизации, то через какое-то время просто игроки сдадутся, вы намного сильнее их будете опережать по развитию, и они признают вашу победу. Религиозная против искусственного интеллекта на божестве вообще, по-моему, нереально, потому что компьютер, он какой-то упоротый в плане религиозных юнитов. Даже если вы его выносите, он все равно продолжает клепать за чем-то религиозные юниты, и, похоже, он не умеет тратить веру там на великих людей, на рабочих, если, ну, это можно во время золотого века рабочих за веру покупать. Просто строит кучу религиозных юнитов, и я не верю, что, ну, может быть, если совсем мало участников в игре против искусственного интеллекта на божестве, может быть, тогда, и то компьютер очень сильно стремится в религию, и вам надо обязательно тогда идти в священное место, обязательно его строить, то есть, ну, зачем? Я не вижу смысла в этом. А вот в сетевой игре религиозная победа может быть довольно легкой, если другие игроки по какой-то причине забили на религию, либо просто не следят за тем, что происходит в игре, и что один из игроков может сейчас победить религией. Ну, вы видели это в моих ФФА-сериалах, и правда, он требует больше микроконтроля, но эта победа явно будет быстрее, чем научная. Следующий интересный вопрос, над которым даже я не задумывался вообще, как определяется количество чудес природы на карте. Если в пятой циве было понятно, что вот, количество наций делить на 2 и плюс 1, то в шестой вообще неизвестно. Вы знаете, да, у меня такое ощущение, что это рандомное количество, я даже погуглил, поискал какие-то варианты, нет, позагружал разные карты, разное количество было чудес, но вы знаете, почему над этим не задумывались, потому что в пятой циве все-таки нахождение чуда давало счастье, и люди искали все чудеса, чтобы, а счастье это развитие городов, это развитие вашей империи. В шестой же циве чудо дает только одну очку эпохи, если вы его нашли не первым, то есть, имеет смысл искать чудеса рядом с вашими городами, это важно. в данном случае у меня, например, здесь мата тепила дает производство и веру на соседних клетках, но в дальнейшем, в середине игры, в конце игры, находить чудеса не самое важное занятие, поэтому как-то всем обычно пофиг, сколько их на карте есть, но вопрос интересный, если кто-то в комментариях тоже напишет, может, здесь все-таки есть какая-то формула по размещению чудес на карте, мне кажется, это какое-то просто рандомное число, зависящее, конечно, от размера карты, но все равно. Следующий вопрос про конгресс, как созвать внеочередной конгресс, например, на меня кто-то напал и мне нужна помощь, ну и все в таком роде. Конгресс заменил кризисы, которые раньше выскакивали автоматически, а теперь надо самому подавать на кризис, при этом надо тратить 30 дипломатических очков, и их не так много. Во-первых, религиозный кризис, если ваш священный город обратили в другую религию, вы можете предложить религиозный кризис. Если кто-то захватил город государства, в котором у вас были послы, то вы можете предложить этот город государства отбить. Если вам объявил войну ваш союзник, то вы тоже можете предложить кризис против этого союзника, если кто-то использовал ядерное оружие. И, наконец, последнее, если цивилизация захватывает города и при этом лидирует в каком-то из типов победы. То есть, если она захватывает города чужие, но не лидирует по победам какой-нибудь, то этот кризис нельзя предложить. Вот и все. Поэтому предложить кризис, если на вас кто-то напал, вы сможете только в том случае, если на вас напал бывший союзник. Ну и был дальше вопрос как возникают военные кризисы. Это связано с союзами и следят каким образом, то я вот только что ответил. Забавный вопрос. Не могу начать играть в шестую цилу, уж очень долго играл в пятую, как только начинаю играть в шестую, голова кругом идет, непонятно что делать и так далее, сложно перейти, что делать? Да ничего, просто не переходите. Зачем себя мучить? в этом и кайф, что игры разнообразные, не обязательно переходить в шестую, играйте в пятерку, это уже отличная игра, почему, надо переходить. И четверка отличная цила, они все по-своему разные, по-моему, в этом и кайф, что ты можешь играть в прошлое, это не как другие разработчики игр, которые просто чуть улучшают графику, а механика игры остается прежней, нет, тут каждая цила, она разная, как работает дипломатия, или почему бот может внезапно напасть после трех тысячелетий дружбы, особенно это касается поздней стадии игры. Ну, у ботов есть определенные цели на игру, вот это первое, это основная, которая относится к цивилизации, а две скрытых, это рандомные, которые в каждой партии могут быть новыми, давайте вот откроем Голландию, тут видны все цели, вот например, Голландия симпатизирует цивилизациям, которые ведут с ней торговлю, симпатизирует цивилизациям с большими армиями, и любит, когда цивилизации воюют, верит, что жизнь это непрерывная борьба, собственно, и видно, что у нее лучшие со мной отношения, чем у всех остальных, потому что, во-первых, я с ней веду торговлю, вот мои караваны бегают, во-вторых, у меня одна из самых больших армий, только у Голландии самой, а нет, еще у Мали, и в-третьих, я воевал перед этим, со многими, тут вот захватил, можно посмотреть потом по их отношениям ко мне, видите, тут минус идет по разным правительствам и претензии от других игроков, но плюсов пока, по-моему, больше здесь. Да, цивилизации могут внезапно напасть, если они видят, что у вас слабая армия, это первое, причем слабая армия, я так понимаю, вычисляется вот по этим очкам, не важно, что у вас маленькая армия, но при этом она современнее того, кто на нее нападает на две эпохи, блин, ну, все равно скажут, все, у вас маленькая армия, я на вас нападаю, либо вы вот каким-то целям противодействуете этой цивилизации, или они видят, что вы еще идете к победе, ну, вообще, да, это все, конечно, выглядит очень спонтанно, и такое ощущение, что компьютерные игроки какие-то истерички больше, чем реально в дипломатии умеют, ну, ну, вот так. Вот еще интересный вопрос, все ли ледники тают при наступлении полного глобального потепления, или только определенный максимальный процент, но не 100%, я не знаю, как в процентах, но вот видите, максимально мы достигли, да, потепление, тем не менее, некоторые ледники, ну, вот это не может растать, потому что это не ледник, а земля, то есть это считается землей и континентом, ледники вот по периметру все-таки частично сохраняются, одна клетка, одна клетка ледников все-таки немного сохраняется, я не знаю, как это в процентах, в принципе, но чуть-чуть что-то остается. Еще интересный вопрос, с какой части лучше начинать знакомство с серией? Играл в четверку, но это было 14 лет назад, я уже не помню, как играть в Циву вообще. Да, какая разница с любой, начните с последней, Цива, по-моему, довольно дружелюбна к новичкам, в том плане, что не надо ставить просто божество и прям стремиться победить в первой партии, просто развивайте свою цивилизацию, делайте вам что хочется и вполне получите удовольствие. Либо, опять же, в той же четверке почему не поиграть снова, она и сейчас играется вполне интересно и динамично. Еще один вопрос про части, есть ли смысл покупать игру с DLC в целом и отдельные нации в частности, есть ли вообще смысл пробовать в ней разобраться, если я поклонник пятой части. Ну, если вам нравится до сих пор пятая часть, вы понимаете, если вам хочется во что-то новое поиграть, поиграйте. Ну, давайте вот в комментариях еще просто опрос устроим, просто вот пишите в комментариях мне нравится пятая часть и при этом мне нравится и шестая или наоборот мне нравится пятая часть, но не нравится шестая. И последний вариант. Мне не нравится пятая часть, но нравится шестая. Я думаю, что примерных ответов будет поровну. И сказать конкретно вам, стоит ли покупать, я как поклонник Цивы, мне нравится шестерка. Покупать стоит вот с последним Gathering Storm. То есть тут будут все механики, правда не все нации. То есть не будет нации из Rising Fall, например. И, наконец, последний вопрос. После того, как из-за потепления затопило клетки, и ты открыл технологию улавливания СО2, будет ли после падения уровня воды те же ресурсы, что и до потопа? То есть была клетка с шелком, ее затопило, но потом вода отступила, будет ли там шелк? Я вообще не уверен, что улавливание СО2 возвращает обратно затопленные клетки. Ну вот, например, вот здесь у меня клетки. Давайте просто поэкспериментируем. Я сейчас во всех своих городах поставил улавливание СО2. У нас восьмого уровня фаза изменения климата. СО2 как раз я тут больше всех... А, нет, Канада. Канада больше всех. Да даже Франция больше меня. Сейчас я пару ходов проиграю и посмотрю, вернутся ли клетки хотя бы хоть чуть-чуть. Или вообще снизится ли вот тут уровень изменения климата с седьмого на шестой. Ну, честно говоря, мне уже надоело ждать перехода хода. Я уже, видите, до минус 552 от себя глобальный вклад сделал, но температура не снижается. Ну, если плюс 5 как было, так и остается. Там было, по-моему, плюс 5,2. Я не уверен вообще, что вот снижением выбросов СО2 можно вернуть клетки хоть какие-то обратно. Поэтому превентивно заранее лучше ставьте морские плотины. Плотины ставьте плотины заранее, если боитесь, что будет затоплено. Ну, и вот улавливание выбросов СО2 в первую очередь для дипломатических очков очень хорошо, потому что завершение этого проекта дает вам 30 дипломатических очков сразу. Если вам в конце, например, требуются голоса для дипломатической победы, то улавливание углерода можно попробовать. Но для того, чтобы вернуть обратно утопленное побережье, очень вряд ли, очень я сомневаюсь. На этом все. Куча вопросов было отвечено. Спасибо, что задавали. Спасибо тем, кто в комментариях меня дополнял и поправлял. Напоминаю, что если вы не услышали ответы на свой вопрос в каком-либо из видео, задавайте их в комментариях. Я или другие зрители вам ответят. Ну, а на этом все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.